Главное, это в лицо должно быть Салли и еще Рущенко. У всех четверых прекрасные результаты, именно с персиком. Трое из них, это по ту сторону, я про климатическую границу, про климатическую. Вот, Харьковская область, Шумская область, плюс Сибирь, это Хакасия, Юго-Краснадский край, и еще Брянская область, и еще 10-20 упоминаний, не упоминаний, а выросло этих же персиков по всей России. Так, вот, статья-то не была опубликована, она была отвергнута, причем там были очень серьезные доводы. Ну, кто же так пишет, научные статьи, не по-английски. Я говорю, неужели вся Украина на английский перешла? А мы-то, сиволапые, никак от русского языка отказаться не можем. Ну, в общем, забраковал статью. Потом нашелся человек, который, кандидат наук, который объяснил, почему забраковали. Никуда, ничего. Я это все где-то высмеял, где-то я горько посетовал, что специально украинские ученые тормозят это. Ну, и все должны знать. Нет, оказывается, не должны. И вдруг опубликовали. Ну, наполовину ее кастрировали. Вы видите только бледную тень от той статьи, роскошной, которую Семенченко 20 лет нашему мужику, Артему, было, когда он писал эту статью. Но, тем не менее, напечатанная. Значит, есть специальный фильм, в сале, который я считаю главный автор этой статьи, или хотя бы главный ведущий. Вот, он это все прокомментировал, даже по-украински, но любой русский поймет. И тогда я поздравляю своих друзей с этой статьей, и потом мы еще к ней вернемся. Вот. Это еще, вот, сенсация ее моя. Ну, как так? Вот, хорошо быть, вот, таким пауком, не зловещий паук, а такой хороший паук, которого нити связывают со всем миром. Вот, если вспомнить Канаду, Англию, если вспомнить Израиль, если вспомнить Прибалтику. Всех перечислять. Вот, самый крупный в моей жизни заказ. Поехал куда? В Словакию. Не в Москву, не, не это самое, не в Липецк. В Словакию. Так вот, значит, сенсация, сенсация. Вот она. Значит, наш простой советский садовод Ирина Чистогорская. Вот, Чистогорская, это псевдоним. Не знаю, зачем он ей нужен, этот псевдоним, но это псевдоним. Она сделала фильм, а фильм прислала мне, а я с ней связался, или она со мной связалась. И получилось, я фотографию делал прямо с кино, с кино. Итак, перед вами настоящий грецкий взрослый орех. И где? В Пензенской области. Вот. Кто я теперь? Я уже рассказывал. Меня все обижают. Абрикосы крупней моих вырастила, это, Людмила, в Калининградской области. Дальше продолжать? А? Персики больше моих, четыре раза вырастила, это, с Фаломай, на Сахалине. Дальше продолжать? А вы уже все это знаете. А по греческим орехам, ах, уже ли тут климат, как на Украине, ага. Ториатий выписывал, вымерзли. С Украины привез, вымерзли саженцы. Еще с двух мест вымерзли, и даже шансов ноль. Больше всех продвижался этот, грецкий рек у моего соседа. Первый сороку градусов зима у него замерз на пятый год. Вот так вот. И вот тогда я сказал себе, ребята, вы присутствуете при очередной сенсации. Итак, есть в Пензенской области, тут написано в среднем, вы поможете, вы поняли, да? А для меня это почти Урал. Так вот, если это смогло вырасти, перед вами рекордсмен. Второй такой же прислали, опять, но уже с этого, кажется, с Волгоградской области, да. Там, может быть, чуть-чуть теплее на пару градусов. Вот это, если как бы, для этого мы живем. Осталось, что я им погрызу пальчиком вот так вот, Ирина. Попробуйте хоть один из этих, если вы до сих пор еще их не переколотили и не съели, попробуйте. Срочно, хотите, продавайте костиками. Хотите, это самое, проращивайте, и они хорошо порастают. Вот, по-моему, в фильме об этом есть, что хорошо порастают, и санкции продавайте. Тогда уже, по санкции, будет 20-30 раз дороже. Вот, вот это вот мой отеческий совет. А это феномен. Вот, ради этого живем. Так, значит, зимний сад, зимний сад. Значит, это моя молодежь. Значит, у меня строго каждый обязан при каждом посещении 100 ударов, это минимум. Вот. А когда они еще соявляются, кто больше ударит, это значит, что я расщупаю боеспособное поколение. Вот. Я сто раз доказывал. Если тебя кто-то хочет ударить, то это его последний удар. Он легко отбивается, этот удар. Очень легко. Вот. Если научиться блок ставить. Если ты первый ударил, а противник не должен ждать этого удара. Просто не должен. Вот. Значит, он тебя не ударит никогда. Это время такое, ребята. Ну и сами понимаете, это трудовая повинность, куда от нее деться. Я детей не жалею. Посмотрите на их рожицы эти красные. Они перед этим, каждый не одно, это кубометр стеку перекидали. Это я просто совет даю. Не держите дома детей. Додержали. Вот. Домашние дети, это повышенный процент больных, слабых, как бы их назвать-то, зависимых, слабохарактерных. И процент геев, скажем, годом растет. Я это связал с памперсами. А вы хотите у виска крутить, а хотите это, подумайте, задумайтесь над этим. Вот. Где яички, и почему они снаружи? И почему их нельзя перегревать? Каждым годом геев все больше процентов отношений. Где-то уже власть взяли. Так, следующая тема. Значит, смотрите, Илья Александрович, это мой сад. Это моя, как бы, как их можно назвать-то, моя... Ну, как их называют-то? Вот. Модель, модель. Вот. Ловкость рук переделанный академик. Но, я сейчас скажу, в чём вы должны... Самый крупный абрикос и Береславский район. Так вот, то, что вы видите, это рекордсмены для меня. Так. Им 120 грамм. Хотя, я говорю, меня уже обидела моя, это самое, ученица из... При, 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 при... Назовём это при... Бал... При Балтии. При Бал... В общем, рядом с этим самым. С Балтийским морем. Так вот. У неё ещё крупнее. Так вот, я к чему говорю. Однажды, я специально это подчёркиваю. Почему? Потому что мы начали сверху. Что мы там видели? Мы видели сенсационную статью. Вот. И три фамилии. Итак, самый крупный абрикос. Рассказываю, потому что это вы обязаны знать. Пока есть чем делиться, в конце концов. Итак, Береславский район. Значит, я нахожусь в деревне. А не буду говорить, какая деревня. Знаете, почему? Её разбомбили. Эту деревню разбомбили. Там могила моих отцов и могила моих деда-баба. И ещё куча родственников. Деревня разбомблена. Но 20 лет назад я приехал. Я специально говорю подробно. 20 лет назад я приехал туда. В гости к очередной раз. Ну, в гости. Я туда в последнее время ездил только на похороны. Сами понимаете. Вот. Самый важный повод похороны. И вот я меня... Мой приёмный сын Саша зовёт. Батя пошли. Это приглашает... Это его жены, родители приглашают в гости. Вот. Бутылку водки в карман и пошли. Приходим, садимся за стол. Бутылку на стол. Ну, всё как положено. Вот. И вот он достаёт банку трёхлитровую. Это было невиданное зрелище. Во-первых, решил, что это персики. Когда сказал, что это абрикосы, вот, я сказал, «А как они залезли в банку трёхлитровую?» Ответ был такой. Они все залезли. Часть мы не смогли закатать. Они ещё крупнее. Вот. И я выковыривал оттуда вилкой. А они не лезут оттуда. Они ещё там... Ну, компот поднапухли. И вообще не вылазили. То есть... И я тогда взял специально для вас. Смотрите. Вот этот банк сейчас я сюда вот сделаю. Я себя не вижу. А вот теперь я себя вижу. Вот это вот трёхлитровая банка. Вот она. Смотрите на это горло. Видите? Смотрите, я обнимаю его рукой. То есть я могу обнять только половину. Вот это горло, я обнимаю половину. И представьте себе, вот. Вот это горло. Вот оно. Специально для наглядности. Вот. И туда не влезли абрикосы. Это большего я в жизни не видел. Это есть то, что... Ну, это... Зачем? Предел разумно выходит. Вот это абрикосы. Ну, они же их не в магазине купили. Они же их не в голодцах купили. Где дерево? Вот оно дерево. Где секатор? Хорошо дело было зимой. И тогда я взял эту самую, нарезал свинку. А историю их не кончилось. Отдельный разговор. Вот. Но, значит, чтобы... Да, просто для ориентировки. Какой-то был юбилей у Петра Великого, нашего прогрессивного царя. А я взял его, думаю, ну, как-то назвать надо. Ну, как? Ну, и назвал Петр Великий. Это мое самопровознашенное. Когда оно закрепится в интернете, так, как Байлевицкого теперь уже, это, не мой. Вот. Название и мое, а уже не мой. А этот самый, мой тройной гибрид Паина, он уже не мой. Заберите, увидите. Уже все торгуют. Хотя у глаза никогда не видели, а она торгует. Вот. Воздухом торгует. И тогда я сказал себе. Значит, надо это сохранить. Я как могу, сохраняю. Вот. И вот это я вам показывал. Почему еще раз показываю? Вы видите эту даму? Вот она. Вот. Она живет в Шушенске. Так. Вот это, видите, мужика этого? Это железо Сергей Пур. Я уже начинаю заговорить. Это моя фотография. Якобы мы... Ага. Вот тут, смотрите. Якобы мы у них купили саженцы. У них. Значит, это Киев. Так. Это Киев. Вот. Гигантские абрикосы. Я подумал, если... Вот эта дама. Вот она справа. Я сейчас расшифровываю, почему. Моя территория. Это и Россия, и Украина. Нас разделяет только климатическая граница. А от других границ мы... Садоводы для нас не существуют. Вот эта дама. И вот эта дама. Видите? Вот. 10 штук килограмм. Тут у неё на руках 5 штук. Ещё раз. 10 штук килограмм. Вот. Они якобы продают... Должны вырасти гигантские абрикосы. Переводить на русский не надо. Вот. Одно задоволение... Ну, понятно. Все рады этому. Вот их радостная физиономия. Вот моя радостная физиономия. Так вот я к чему говорю. Сейчас поймёте. Вот. Нам приходится воевать не только с чисто... Это чистое мошенничество. Почему? Если фотографии взяты в Сибири. Вот это в Сибири. Действительно гигантские. Тогда что получается? А чем они торгуют? И вот всё больше идёт с Украины этих... А я переживаю за всех. И за нас, и за украинцев. И тогда получается следующее. Получается. Сейчас пробейте. Смотрите. И почему я написал? Телеканал «Усадьба торжествует». Телеканал, который светится мне 24 часа в сутки, не научил до сих пор ни одного из миллионов человек выраститься. Вот просто это... Я уже устал смотреть всякую человеку, вплоть до того, что показывают, как надо количество деревьев в этом самом... на острове, этот, как он там, рядом с Австралии-то, Новой Зеландии. Всё покажут, кроме как это. И вот однажды он показал. Человек стоит, берёт нож, вот этот, секатор, руке держит сажей, такой полутораметровой, и начинает снизу резать. Резал, 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 резал. Потом начинает верхняя половина, нижняя всё отрезал, пододелал ран. Видишь, он через один начал... А, густой, густой саженец. И сказал, теперь посадим. Вот. В другом случае, когда человек сказал, мне, знаете, как бывает, сердцом, сербом по этим самым, по гениталиям. Знаете почему? Будем подравнивать корни. Дерево не знает, что корни должны быть ровненькие. Вы понимаете? Ладно, проехали. И тогда я... Идём дальше. То есть, нам к телеканалу пользы нет. Вырастить мы ещё не можем. Нас туда не пустят, потому что там сплошная реклама. А если не скалечусь, что тогда реклама не работает. Как не обрезать деревья? Какую роду вы пишете? Я продляю эту тему. Я вам показал это... Вот именно вот это... Письмо я вам в прошлый раз показал. Вот. Я пишу ерунду. Да чё, всё пусть ерунда. Например, если не делать обрезку персика вообще, года через четыре дерево оголится и погибнет. Вот. Вот на это я вам показал. А теперь добавляю. А на тот момент, ну, знаете как, не раскрыл тему. Вот это персик у меня, это журналистка в Красноярске угощается. Вот. Мне, знаете, что обидно было? Вот тут в полутора метрах стоит мужик. Вот. Он руководитель учебного, я специально, чтобы... Нет. И фотографии вы видите. И не есть фотографии, вот только... Я вам говорю, фотографии, где его не видно. Вот. Он... Агрономов выпускает его... Агрономов выпускает его учреждение. Он то ли замдиректора, то ли директор. И вот эта вот дама с Красноярска сказала, прям отвезите меня к железу, вы рядов живёте. Ну, то есть, в Красноярском крае. Я и он. И вот это всё Красноярска. Он сказал, а кто такой железа? И получается, не он её привёз ко мне, а она её приволокла ко мне. Вот. Но, когда я с ними поделился, я сказал, давайте ваших ребят, будущих, переучивать. Ну, сами понимаете, это не его уровень, видимо. Видимо, это в Москве решаются эти дела. Менять программу. А то научили всему. А в сад его нельзя пускать, потому что он всё погубит. Вот. Почему ниже? Далее. Почему я упоминал Дмитрия Рущенко? Он второй лидер по ПРСИ Хасанским. Он второй лидер. Харьковская область великолепные результаты. Вот. Ещё раз. Через 4 года оголится и погибнет. Если не отрезать. Дмитрий, спасибо за эту фотографию. Ну, ладно, мне вы можете не верить, да? Да ты ж. Чё ж ты дерево-то до сих пор не погибла, а? Смотрите в глаза. Дмитрий, почему не погибло твоё дерево? А? Почему ты не отрезал это вместе с урожаем в будущем все нижние ветки? Ладно. Ну, я для полноты картины показываю 10-летний персик в моём саду. Видите? Вот. Ну, а тут это 24-й год это я фотографировал с экрана. Вот. Поэтому здесь 24-й год. Январь. Не обращайте внимания на эту дату. Вот. Вот так вот. Вот. Ну, а они не могут жить без этого. Если он не отрежет ветку минута, вторую ветку ещё минута, 20 веток 20 минут, ля-ля-ля. Сребреники заработаны. Ну, объясните мы. Вот. Если бы по большому счёту вот посадите нас двоих рядом с экраном. Вот. Как тебя там зовут? Тут нету, да? Рекомендуем сделать с молодыми деревьями, чтобы они вырасти сильно, здорово. И когда он отрежет половину веток, это фильм. Я с экрана сфотографировал. Половину веток оно станет сильным и здоровым. А вот то, что сюда пойдёт Мороз, а откуда ему это знать? Он же действительно думает, что теперь он сильнее будет. Он так и пишет. Сделаем обрезку, чтобы он был сильным и здоровым. И половину веток чик, да ещё на концу. Вот. Так вы понимаете, что, почему я надеялся, что вот этот товарищ, да, вот этот, которого она привезла, не он её привёз к Железу, а она его привезла, познакомила, я их угосял персиками, вот, и так далее, и так далее. И, значит, как я его просил, то же самое, я когда был в Москве, мне до сих пор стыдно погадать фотографию. Нас фотографировали вместе с этим, с доцентом, он замещал царство небесного небесного, Сусова. Сусова, это мировая знаменитость, но, к сожалению, уже, он уже на том свете, в райском саду работает. Вот. А тот его заместил. Я ему тоже самое, я говорю, ну, ребята, давайте жить дружно, давайте. Да, давайте, как ваша фамилия? Записал все, фамилию записал, мои данные, телефон, и тишина. Вот. Зачем напрягаться, господи? А ведь уже в этом, отца-то как назывался? Темирязевский. Тот самый, что пытаются закрыть, потому что каждый гектар в этом саду миллиарды стоит. Миллиарды. Каждый гектар. Знаешь, что гектар сказать? Это 100 метров в длину и 100 метров в ширину. Поняли, да? Это и есть гектар. Вот. Теперь, значит, после всего этого разговора, после всего этого, ой, как же этот сад-то не уничтожил, Дмитрий? Вот. Получается, что вот это вот и все официально. Сейчас весна придет, и все, и пойдут люди калечить, они же смотрят вот это, вот это смотрят, тут же просмотров в 100 раз больше, и про количество просмотров мы тут же еще поговорим. Но я не выдержал, знаете, что еще сделал? Я не выдержал, и вот это вот самое, разместил вот эту фотографию. Я ее сфотографировал с учебника. В интенсивных садах создают искусственные кроны, их формируют по типу плоской кроны. Вот одна из причин, почему у нас ни хрена сады не растут, полеют, почему там миллионы тонн яд и химикатов, а это отравленная почва, почему? Да вот из-за этих крон. Делим садоводство на дачное и промышленное. Пусть в промышленном саду делают, что хотят. Интенсивный сад, это несколько больших урожаев и топор. Ну, в крайнем случае, без запила. А нам-то надо, чтобы он хотя бы 30, в России, для меня, средняя положительность деревьев, если их вот так не калечить, вот этого не дела. Вот. Примерно, учитывая погодные условия, страшные, ну, 30 лет. На пятый год, примите, заплодоносит, ну, 25 лет, четверть века. Нормально же? Вот это я хотел сказать. А вот это что такое? Вы знаете, я дурею вот таких этих. Ведь человек считает, что он специалист. Он считает, что А неправильно, да? А у него, у А самая маленькая ранка, заметьте. А две большие раны, Б, это тоже неправильно, заподлицо. А В, оказывается, правильно. И что интересно, если посадить 10 специалистов, а это все официально, это все в десятках, сотнях, тысяч повторок люди видят, и они теперь знают, что вот мы, это надо так отрезать. Во-первых, нахрена была отрезать, а во-вторых, 9 из 10 скажут сами себе, один эксперт, здорово, ты что, охерел? Неправильно, неровно, не так это. Помните, я вам сколько уже вариантов привел? Они между собой договориться не могут, но самое правильное из этих трех, это вот это А, самая маленькая рана, и вот это вот, наплыв этот, вот этот вот сам, этот пенек, он служит пробкой. Пока еще сюда дойдет мороз. Здесь, я показывал таких примеров десятки, здесь может, прямо тут, на границе может вырасти дерево, то есть ветка, мощная ветка, плодоносящая, и хотя бы частично не получится так, ведь смотрите, что происходит. Да, вот это Б, она сюда мороз дойдет до середины, это точно. Туда вверх половина уже не пойдет, сколько. Вот, сосуды переморожены. Здесь где-то четверть, а здесь где-то примерно, да тоже половина. Я разница не видела. Для меня вот это, и вот это, это одинаково. И вот БВ, которое считается правильно, для меня смертельно. Вот. Как учить-то надо? Наверное, как-то по-другому. Ну, и еще, ну, не выдержал. Почему? Потому что вес на, помните, меня это, упрекали, а вы по теме, а вы по сезону. Пожалуйста, сезон на улице, 4 марта. Это значит, что на юге уже вырезают, режут, а на севере сейчас снег сойдет, через месяц тоже резать будут. Смотрите внимательно. Значит, я показываю вам два опять. Два эксперта. Кто сошел из них с ума? Может, этот? Это же не мы с вами рисовали. Это эксперт рисовал. Это книга. У-у-у-у. Причем, правильно так оказывается, вот так надо, как будто сюда мороз не попадет. Он тут же мгновенно зарастет. Получится прям кора, которая не пропускает морозы. Мгновенно зарастет, и сюда не попадет мороз. Как миленький попадет. Вот так вот половину выжарит точно. здесь, да, вот это почти смертельно. Причем так они, когда они делают вот так, помните, длинные секаторы. И на высоте 3-4 метра, тик, а примериться не может. А вы на высоте 3-4 метра можете вот так сделать, именно, а не вот так. Вот. Теперь смотрите, вот этот третий справа неправильный, а уже, говорит, он самый правильный, этот пенек, это хоть какое-то спасение. Хоть какое-то. Вот. Все опять наоборот. Но дело еще в принципе. Вот два эксперта. Один отрезал боковые ветки и оставил вертикальные. Здрасте. А зачем? Кругом идет борьба с этим, так сказать, со всей непримиривной, пролетарской такой, знаете, и шоу это самое, ух, как мы их это, вертикальные ветки-то уничтожим. Какое имеет право расти вверх? Какое? Кто им дал право? И тогда получается, вот этот, вот этот, послал бы-то вот этого бы далеко-далеко, наверное, даже куда-то как на какие-нибудь генитарии. Серьезно. потому что оказывается, вертикальную надо было отрезать. Ага. И тут опять А. Правильно. Заметьте, А. Вот здесь он что сделал? Вот здесь зеленый, вот этот самый, зеленый вот этот, черточка, да, вот это. Вот. Кстати, нахрена вообще, вот смотрите, отрезана одна ветка. Вот. Вторая, третья. Причем не по правилам, должны были на кольцо. Какое имели право вот так делать? Нет, оставили. Спасибо на том, может быть, все-таки дерево не погибнет, я имею в виду, вот этот центральный. А это тоже почти центральный. И кто-то решил, что не нужно иметь центральный, вертикальный. Он тогда взял вот здесь, отрезал. Для чего? Чтобы вот через эту рану, зеленую, сюда пошел мороз. А вот этого, красный, оказывается, так нельзя избавляться от этих самых конкурентов центрального проекта. Так нельзя. Только перенослять нельзя, только заподлицо. То есть, эту самую. И вот теперь вот этот, вот эту прочитал и пошел резать. Другой вот эту прочитал. Все наоборот. Оставил вертикально и пошел резать. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok